начнем с франка доллар франк посмотрим что было что стало что может произойти постепенно перейдем в правую часть монитора ну давайте поглядим принципе вчера мы с вами как раз и говорили о различных интересных сценариях да то что мы обсудили что можем дать как раз обновление максимума и потом пойти на обновление минимум в принципе сейчас мы с вами наблюдаем есть предположение что вот этот вот объем сейчас который сформировал до обновление вот этого минимума он может дальнейшем отработать то есть например дать какое-то движение от него это цена 095 79 то есть это как раз возможно даже начался расширяющийся боковик вполне вероятно он себя подтвердит если пойдет на обновление вот этого максимума тогда тут вообще будет очень очень много топлива для того чтобы идти куда-то очень уверенно пока складывается впечатление что это у нас движение выглядит примерно вот так то есть хотели покупать да потом захотят продавать но дело в том что вот этот сильный такой активный рост наш объем борьбы который в принципе уже до обновился в моменте он может дать еще движение плюс ко всему это у нас самая левая валютная пара поэтому тут поставить до вопрос в принципе вы просто так с вами делаем предположение об осмотре как она отработала вчера было предположение именно до что мы пойдем на обновление максимум потом можем сходить на обновление минимума она получилась но не знаю тут в принципе особо так точки входа не было да про этот уровень мы не говорили потому что в принципе этот занос мог быть еще больше помог и пойти и дальше выше поэтому вопрос тут пока боковик вполне вероятно что могут опять вверх затянуть идем далее далее у нас фунт франк по нему мы вчера показывали и смотрели с вами точку входа это у нас был уровень 123 48 то есть вчера я думаю вы помните да мы сравнивали его с доллар франком и у нас были мысли то что он похож на доллар франк только вот это вот запчасть по доллар франку она грубо говоря вот где-то здесь в моменте там отработала дала точку входа а потом вернулась вниз и начало этот уровень проедать а здесь мы до вчерашнего дня еще с вами не касались и прямо с утра сказали что в принципе . входу в точка входа с коротким стопом но с коротким стопом это примерно нас было около 30 35 пунктов было прямо во время нашего обзора ты она у нас хорошо в принципе отработала один тут скольки да ну сами уже посчитайте можно постепенно разгружать позицию потому что здесь тоже думаю объем который в принципе может как-то остановить либо пойдем выше часть можно закрыть и передвинуть стоп без убыток посмотрим дадут такое движение ну что по делу дадут выше будет приятно пока это у нас формирование либо золочных если вниз пойдем либо это будет объем борьбы если пойдем вверх поэтому пока тут у нас все хорошо можно ставить плюсик еще один очередной так доллар и иена рассматривали мы вообще не рассматривали так 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 да мы с вами говорили что его могут затянуть вверх а извиняюсь могут затянуть вниз или вверх подождите это мы его вроде наш 4 смотрели да мы смотрели вот по h4 говорили на тему что у нас раз получается . 2 и такое ощущение да у нас нету такой подпорки которая может нас придержать потому что этот разворот начался грубо говоря вот с этой точке то есть 1 2 и пошли и вот пока это выли как-то ну не очень внушительно потому что например даже посмотреть вот это все движение оно началось вот с этой точке да потом пошли вниз а тут какая-то запчасть она не очень большая и в принципе спокойно сейчас могут до залочь покупателей и поднести их вниз а вот потом например увидеть что-то подобное мы можем вот тогда это будет хороший такой разворот который ну которого мы достойны будем так выражаться вот окей идем дальше евро доллар пока боковим ну то есть как говорили ранее побыть не рынка потому что есть другие инструменты по которым мы можем взять хорошие быстрые сделки пока все копят 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 у нас было мы отмечали ранний уровень я думаю помните выбрали вот этот импульс брали этот объем борьбы и было предположение что покупки могут прийти с данных цен они пришли но мы до вспоминаем мы ждали то что цена еще пониже сходит у нас то был уровень не тестированный но тем не менее этот уровень у нас был такой второстепенный поэтому здесь пока такого второстепенного уровня особо нельзя отметить один момент только бросался в глаза дату что мы отмечали это что это . и это . это границы всего застоя ну в принципе она сейчас и отрабатывает но и вполне могут ну и вниз потянуть почему есть предположение что вот так можно увидеть потом движение цены смотрите то есть у нас вот это вот вполне вероятно то что это во первых стоп лоссы во вторых это набор покупателей да вот мы даже с вами тут рисовали у нас было вот такое движение помните раз-два и типа мы хотели покупать в принципе мы тут прокатились окей даже ну потому что по безубытку получили кто-то может быть зафиксировался на этом объеме борьбы но самое интересное то что тут как бы прогнали народ плюс ко всему у нас сейчас вот такая картина смотрите раз и мы вот так вот стоим 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 то есть идет давление и снизу и сверху когда такое происходит ну вполне вероятно что вниз потянут потому что вроде как основной тренд вверх и это равносильно того что я вчера спрашивал вас по инструменту какому в самом конце то у нас стоял по евро новозеландцы помните вот сейчас скоро мы его с вами обсудим спрашивал вчера специально что вы видите покупать или продавать и большинство было за покупки ну в итоге эти покупки по вылетали да то есть когда большинство покупает рынок вниз по евро доллару сейчас какие-то такие же мысли то есть у нас есть вот это вот будем так говорить часть и она может вниз затянуть пока невероятно ой пока невероятно пока непонятно просто вне рынка ждем и все доллар иена может развернуться вверх прямо такие с текущих прямо такие зон в которой мы сейчас находимся то есть давно эту цену ждал смотрите как мы с вами общались если у нас сейчас ранний переприор произошел а это он то вполне вероятно что сейчас вот это вот залочка она может отработать до для полной вероятности нам нужно пробой этого уровня а вот мы хотя бы могли его так бы увидеть когда было бы больше но связи с тем что здесь тоже есть такая выгрузка разгрузка то я предполагаю что здесь тоже сейчас может что-то получиться поэтому вот эта зона в принципе это как зона покупателя можно попробовать тут короткий стоп и большая потенциальная прибыль можно подождать конечно явных подтверждений и входить тут в принципе ловим нож но а вдруг поймаем почему нет ну смысле поймаем без каких-либо травм поэтому мне кажется что здесь что-то интересное да может произойти то есть вот у нас по 187 на залочка самая основная вот она и она в принципе вполне так себе может отработать то есть она уже начала отрабатывать просто посмотрим сильное здесь место или нет слабое сильное посмотрим мне интересно почему потому что здесь импульс здесь я лично вижу золоченных и вполне вероятно что дадут движение так доллар в принципе австралийский доллар к американскому можно пропустить на зон отмечены это не такие они есть но и как-то много и все я жду когда же будет резкий вынос покупателей и затронут точку входа такую хорошую так идем далее далее у нас евро иена вот вчера тоже здорово было говорил то что не сам не очень люблю торговать на пробой но тут можно поторговать грех не поторговать мы отмечали с вами два уровня да то есть у нас было вот так и мы с вами говорили то что вот у нас скажем так залочены их могут отработать вот так но если их здесь много вполне вероятно что теста не будет и тест будет именно объема борьбы здесь объем борьбы в моменте протестировался и мы покатились вниз вот как раз такие точки то здесь залочены здесь объем борьбы как раз поэтому я и говорил что можно попробовать ходить на пробой потому что на пробой это был бы как раз вход через тест объема борьбы они залочены потом когда-нибудь вот так сможем сделать прокатились в принципе я думаю хорошо сделка дня у нас вчера то есть ну очередной плюсик замечаем да что мы с вами вот без воды анализируем все как надо большинство у нас все хорошо движение основные берем плюс ко всему даже те инструменты которые казались не очень интересными находились слева мы пару слов про них говорим и тем не менее хорошие точки входа у нас получаются вот это тоже даже мне очень сильно нравится так друзья давно молчим в принципе половина обзор у нас прошла половина инструментов почти позади там дальше тоже вроде ничего интересного не будет кратко буду говорить если есть вопросы можно и задать если нет вопросов все до последнего ставим тогда плюсики можно чуть-чуть пошуметь также напоминаю то что анализ рыночных ситуаций это лично сейчас мое вы можете составить свое можете с чем-то быть не согласными ни в коем случае я не обижаюсь у каждого своя голова на плечах и каждый по собственной инициативе открывает закрывает ту или иную сделку поэтому если у вас есть свое мнение оно должно быть это вообще только хорошо это замечательно особенно если вам еще это позволяет срабатывать новозеландецки ени так новозеландецки ени назвать зеландецки ени что тут интересного а мы с вами отмечали уровень уровень мы с вами отмечали вот этот до сих пор тут от ложка стоит отработал вот этот уровень его мы с вами не отмечали потому что это был промежуточный уровень вполне вероятно что потом может что-то подобное произойти ну пока игнорируем ничего интересного не скажу думаю до завтра точки входа в принципе может и не быть так евро австралиец мы с вами продавали прокатились на 150 пунктов сейчас идет откат в принципе стоп лосс без убытки посмотрим уже не страшно стоп лосс без убытки и это есть хорошо а так смотреть откуда мы отработали мы отработали так татьяна ну наверное не рассматриваешь а рассматриваете да мы с вами вроде не друзья я вас не знаю поэтому думаю вы жители будет на вы нам всем общаться как-нибудь куда исходим вот тогда может быть на ты перейдем так идем далее фунт австралиец не знаю вы его видите увидите рассмотрю не увидите значит его здесь нету так евро австралиец ну пока в приоритете продажи посмотрим особо такой точки входа для покупок я не очень а хотя эта точка входа может не было ну просто можно пока проигнорировать есть хорошие инструменты которые можно поторговать так еврофунт 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 вот интересное место здесь друзья смотрите вот сейчас могут отработать давайте его сразу отметим а а у меня здесь вроде отложен ордер уже стоял да только я не могу понять его наверное не задели я потому что смотрел но в принципе может быть заденут сейчас посмотрим более детально что-то мне кажется не задели его ну может быть дадут еще в какой-нибудь под вынос вниз и там тоже сравнительно стоп нормальный такой за минимум поставим ну где-то вот 25 пунктов ориентировочно может быть что-то дадут так навозила диск франку я не смотрел стоп лосс били не сбили нет не сбили вот вчера мы с вами поставили и вчера с вами мы это все отработали то есть вот у нас была точка входа я мы с вами поставили был набор стопов плюс это h4 представьте да это вот как раз я даже на базовом курсе сегодня на третьем занятии буду рассказывать именно про тайминг видите то что интересная запчасть таймфрейма h4 вот мы должны либо пробить ее наш 4 либо закрыться под ней на h4 то есть вчера было до явно и отторжение уровня хотя мы и долгое время получается сколько кто-нибудь наблюдал в реальном времени наш один например а ну да наш один мы 1 2 3 4 часа мы были как раз в этой зоне только потом мы под нее нырнули ну есть хорошо еще один плюс висит пока у меня в минусе висит иена но она думаю может быть еще даст ход надеюсь именно здесь какой-то разворот произойдет интересный так это мы с вами рассмотрели это рассмотрели поэтому тут может быть что-то интересно тут уже было интересно и так фунт новозеландец есть предположение что сходим вниз еврофунт так я отметил вот еврофунт что не сказали куда как возможно и задержка небольшая со звуком со соображением вот я отметил уровень это у нас покупки ну где-нибудь до этой зоны как можно попробовать то есть вот у нас стоп лосс да тут где-то 25 пунктов стоим в принципе на точке входа я подожду все таки пока отложен ордер коснется ну и буду ждать движение какого-нибудь хорошего в принципе может получиться почему нет здесь есть объем который мы еще не тестировали сейчас мы к нему подошли можем увидеть реакцию поэтому в принципе сказал по фунту новозеландцу я если честно не знаю как продавать пока но покупал бы я где-нибудь отсюда от 17802 стоит тут ордер да в принципе я уже поставил правда в моменте здесь протестировался но посмотрим может быть еще когда-нибудь даст отскок окей идем далее фунт на поджимают вчера мы с вами отмечали этот уровень это уровень 14120 я лично не входил потому что думал все-таки ниже еще прокатимся но это движение вниз пока еще актуально вот это вот все сейчас ну какая-то борьба думают куда присоединиться не знаю можно попробовать опять взять что-нибудь на пробой на пробой например этого минимума только на пробой этого максимума не надо лучше подождать либо вот такой точке входа либо обвалиться и на пробой войти если пойдем на пробой то мне кажется что если здесь этого топлива хватит то вполне вероятно что и это место не выдержит но даже если вы будете ставить тейк профит куда-то сюда для продаж то это примерно где-то один к одному может даже меньше ну не очень пока хорошо лучше подождать точку входа отмечали но это был своего рода такой промежуточный уровень просто ну у меня была уверена что мы его отработаем но самые предпочтительные точки конечно здесь но может быть если пойдем вниз вот этого топлива хватит чтобы все разъесть пробить и опять вниз там прокатиться поэтому не очень хорошая пара так что имейте ввиду так фунт доллар мы вчера с вами покупали кто помнит да я думаю все помнят была рекомендация покупать ее мы с вами купили стоп лосс поставили в безубыток все хорошо смотрели залочены залочены отработали стоп лосс не задет прокатились уже на 117 пунктов в принципе нормально может быть пойдем выше вполне вероятно выше мы как раз отмечали вот примерно эту зону помните вот до нее можем сходить потому что пока каких-то преград особых здесь я не очень вижу была одна преграда здесь мы здесь по вылетали серые объемы полетели стоп лосс и так что вполне вероятно что можем увидеть подобное то есть тест какого-то из этих объемов и например там до этой зоны сходим так фунт ой франк йена франк йена франк йена смотрите вчера мы говорили на тему что у нас объем здесь у нас объем здесь и стояли 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 то есть было предположение что и вниз давят и вверх давит наше предположение оправдалось но продавили вверх вот теперь вот этого . 114 36 она может быть в принципе ну такой хороший на продажу давайте посмотрим я ставил не ставил а уже поставил только как-то мне не нравится сейчас переставлю вот так будет лучше думаю объем не передвинулся стоп лосс поставили обоснованный до . может тоже также отработать либо же если у нас было это все какая-то выгрузка если у нас это был интересный именно объем то раз-два что-то подобное фунту можем увидеть да именно для покупок пока этого не произошло в приоритете продажи и это самая выгодная точка входа на продажу которая есть сейчас в принципе вполне вероятно что мы можем увидеть что-то подобное раз-два тогда вот эта закрывашка у нас формируется и выше не даст пройти вот поэтому без воды стараемся все максимально смотрим интересная пара говорим что интересного если не интересное пропускаем идем дальше также напоминаю то что все желающие получить с этапы расторговки для входа для выхода из рынка правила скрипт по размазанному входу по построению сетки лимитных ордеров отложенных плюс пакет индикаторов это у нас статический динамический объем всех приглашаю друзья на курс объемный тренинг полное погружение посмотреть можно о нем расписание 13 сентября будет 30 сентября будет при пополнении до вашего лицевого счета совмещайте приятное с полезным и сами к торговле приступаете и можете получить данные по вот этой замечательной торговой стратегии в принципе кто давно с нами помнят как мы торговали в июле после того как я вернулся с отпуска в реальном времени открывали также сделки в принципе разгоняли депозит получилось очень неплохо думаю может быть стоит этот рамку положить потому что ну достаточно хороший поэтому друзья всех приглашаю 30 это как раз будет еще суббота на два часа будем также встречаться проводить с пользой время а мы с вами сейчас двинемся и двинулись мы к австралийцу на вазеландсу вот тут у нас произошло нечто вот эти товарищи мы тоже с вами говорили то что могут прийти покупки оплатили это движение плюс смотрите сейчас что происходит опять да вроде как набирает покупателей но сейчас вот это в принципе об этом еще буду говорить более подробно на скажите мне на полном погружении именно добавлю еще некоторые точки входа на пробой возможно в принципе это опасное но так сказать осведомить вас это можно вы уже сами примите может кто-то из вас и торгует все время на пробой вполне вероятно так и евро на вазеландец вот вчера мы с вами как раз и говорили говорили на тему спрашивал покупки или продажи почти все ответили покупки говорили не было предпосылок для продаж ну и в итоге мы с вами рассуждали на тему то что может быть вы нас но вы нас мы смотрели не такой глобальный вы нас мы смотрели примерно до 165 21 вот смотрите его у нас снесло я здесь не торговал потому что сильный такого нас импульс прошел плюс было топтание на уровне без реакции которую мы ждем очень быстро да потому что с такие быстрые сделки если и залочены сильная реакция если нет залоченных топтать общимся на месте топтались на месте еще и пробили ниже вот теперь можно рассуждать то что это все перри приор в принципе да благодаря тому что вот здесь вчера спрашивал покупки все сказали покупки набирали покупок полетели стоп лоссы сильный импульс в принципе и за счет этого сильного импульса можно предположить что пришел продавец вот сейчас мы будем с вами рассматривать ориентировочно какие точки входа можно рассмотреть мне нравится так странно то что этот не отметился ну тем не менее вот эти зоны можно попробовать отметить это у нас раз зона и это да так ну вы поняли меня два вот это место но это h1 включим h4 смотрите спокойно могут вот включим дневной график да смотрите она днем но кстати тоже интересные вещи произошли вполне вероятно что нас могут вниз то вытащить можно попробовать друзья просто не перебарщивайте с объемом позиции и вот эта зона пока это зона продавца можно рассмотреть в принципе если это будет разворот и вы даже сделаете на эту сделку может быть риск там два процента один процент не страшно потому что потенциально можем сходить ниже но если смотреть еще и с другой стороны то именно мысли о продажах наводят только этот импульс больше пока предпосылок нету этот формируется объем борьбы пройдем ниже это будет как подтверждение пока его нету ну это на свой страх и риск все друзья в принципе у нас осталось две минуты всех благодарю за участие всех благодарю за присутствие с вами был юрий григорьев трансляции власть из города екатеринбург через полчаса у нас третье занятие по базовому курсу поговорим про теханализ также порассуждаем о крупных участниках различных всем чего желаю творческих успехов крепкого депозита осознанных сделок с кем-то до сегодня с кем-то до завтра с кем-то до потом пока пока в день по до 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 Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok ДимаTorzok ДимаTorzok ДимаTorzok